Лучшее в стране Клип, кстати, он уже в нашем эфире, и вы все прекрасно видели, знаете, но сегодня при Кате посмотрим все вместе. И только после этого стало известно всей стране, что Катя Гордон становится кандидатом в президенты страны. То есть, в общем, мы, естественно, поэтому будем вынуждены поговорить и об этом, и об этом. То есть наша встреча просто совпала с серьезными инфоповодами. Ну, в общем, это так, да. Кать, ну, если позволишь, давай, наверное, мы все-таки начнем про твою музыку. Конечно, конечно. Музыкальный канал, и вот клип под названием «Миг», который только что прозвучал в нашем эфире, и история «Когда целый мир будет против». Все понятно, ты давно пишешь стихи, музыку, уже более 200 песен. Сначала был коллектив под названием «Блонд-рок», потом «Сольное творчество и плавание», и даже в прошлом году выпущен альбом «Секс и драма». И вот этот вот самый клип, он уже, получается, у тебя, ну, если творческая деятельность длится примерно лет 7-8, наверное, то и больше. Если считать какие-то более-менее серьезные клипы, в которые вкладывались какие-то денежки и привлекались профессиональные люди, то, наверное, это клип третий. В основном я снимала видео сама, второе мое образование — это режиссерское образование. Я учился у Петра Ефимовича Тодоровского, «Царствие ему небесное», а сейчас я, наверное, созрела как профессиональный человек к тому, чтобы каждый делал свое дело. И поэтому я позвонила Лене Кипер, дала ей послушать песню, она сказала, что это очень классная песня, у меня есть идеи. Я говорю, Лен, давай тогда ты отвечаешь за художественную реализацию этой песни, а я не буду приставать к тебе и мешать твоему творческому процессу. Ты сдержала слово? Да, я сдержала слово, я вообще человек, который держит слово всегда, этому меня научили в семье, и у меня дедушка военный, и если я сказала, что я обещаю, значит, кровь из носу я это сделаю. Поэтому Лена Кипер подтвердит, я ни разу не влезала в творческий процесс. Я один раз предложила кое-что доснять, и, кстати, это не вошло в монтаж. Я, в общем, я просто понимаю, насколько важно каждому действительно делать свое дело. Другое дело, что нужно там советоваться, но я свое слово сдержала, и я рада, что у нас такой великолепный результат. У нас была в эфире Елена Кипер, и как раз момент съемок вашего клипа, и у нее горели глаза, честно тебе скажу, когда она об этом говорила, что, собственно, дало нам понятие, что действительно вещь, получается, очень серьезная история, которая интересна вам обеим. Интерпретация сказки «Царевна-лягушка» тоже целиком, я так понимаю, идея Лены. Не объясняла она тебе, почему именно эту историю ей хочется сделать? Я сознаюсь, и я решила отнестись к чему-нибудь халатно, демонстративно. Вот я подумала, что я ко всему отношусь гиперсерьезно и стараюсь в работе быть на 100%. Я подумала, что, Катя, а давай ты позволишь себе за свой счет отнестись к чему-то легко, довериться. Потому что юриспруденция и правозащитническая деятельность — это не то пространство, где можно кому-то довериться. Нужно все контролировать и отвечать за это собственным именем. Так вот, я решила, что вот здесь я заплачу деньги, и огромное спасибо Лене. Для нее это в первую очередь был не заработок, а возможность за какие-то адекватные деньги реализовать свою идею. И я решила даже до последнего и не читать сценарий, я скажу больше. Даже так? Да. Я узнала историю в конце, мне вообще понравилось, вот я прочитала заголовок. «Современная интерпретация сказки «Царевна-лягушка». Я говорю, звучит круто, образ есть, Лене доверяю, ну и в путь. Я поняла, о чем история, где-то в середине съемки, если честно. Вот так вот. Но я видела, что, вы знаете, очень важно видеть, что тот человек, который рядом с тобой горит. Это в любви, в творчестве, в работе. Это очень важно. Мы живем вообще во время, когда мы общаемся друг с другом даже не на интеллектуальном каком-то уровне, а на уровне эмоциональном. Человек может тебе в лицо говорить, что он там твой друг, у него такой-то план. А ты на эмоциональном уровне его уже давно прочитал. Кстати, с Димой и Биланом как-то говорили, что вот мы, вот наше поколение уже людей, которые научились общаться, если не телепатически, то эмоционально. В принципе, достаточно полсекунды для того, чтобы понять, твой человек или нет. Поэтому я просто считала искренность, стремление Лены Кипер в контексте моей песни. И это куда дороже, чем другие там рациональные какие-то сложные конструкции в общении с другими людьми. Катя, этот разговор с Димой и Биланом, он произошел до твоего участия в проекте «Голосы» или после уже? Мы с Димой общаемся периодически. Мы с ним знакомы достаточно давно. Лет пять точно. И какие-то первые песни, кстати, в частности «Уходи по-английски», у меня где-то валяется видюха. Дима заехал в гости, я вышла, и ему, говорю, Дим, я придумала песню «Уходи по-английски». Он говорит, слушай, а хитовая песня, классная, крутая песня. И когда спустя время ее спели Лоракс Лепсом, говорит, я же тебе говорила, что классная песня. Я говорю, ну, Дима, хорошо бы, если бы ты не только говорила, а меня как артиста тогда еще поддержал, спел ее со мной дуэтом, вот это была бы бомба. Но у него свои планы, и, в общем, его нельзя осуждать за свой путь. И он ждет просто свою песню, написанную тобой, он ждет. Ну, у них там, я думаю, еще какие-то такие моменты сотрудничества с Яной менеджерские. Я думаю, отчего-то мне кажется, что пока Яна и Дима не готовы к такому дуэту. Но, впрочем, и я уже не про дуэты. Я хочу просто рассказывать свою историю, и меня не интересуют попытки подняться за счет кого-то. У меня свой путь, я в нем уверена. Твое появление на практике «Голоса» только что было для всех неожиданным. Впрочем, как и все, что ты затеваешь, это для большинства полная неожиданность. В том числе и «Голос». Ну, признайся, пожалуйста, ты отправлялась туда, ты надеялась на что-то, что ты пройдешь? Ты допускала вообще такой ход развития? Я думаю, что проект «Голос» — это в первую очередь проект, в котором люди соревнуются какими-то вокальными кульбитами. И я отдавала себе отчет, что я автор-исполнитель, я артист, который поет свои стихи. И, конечно, это не мой конкурс. Но просто так совпало, что есть запрос на людей, у которых есть содержание, контент. И так совпало, что практика показывает, и есть тому подтверждение конкретные персоны, что просто вокал неинтересен, просто политик неинтересен, просто профессионал в какой-то области неинтересен. Интересен человек с судьбой и человек, за которым есть рассказ. И когда выяснилось на кастинге, что песня Ани Лорак «Забирай рай моя», это показалось интересным продюсером. И они сказали, Гордон, это что, правда твои песни? Я говорю, ну, в общем, да. Говорят, а ты сможешь просто спеть песню? Мы тебе ничего не обещаем, потому что все по-настоящему. Сможешь ли ты не испугаться, выйти на сцену и спеть свою историю вот так чувственно, как ты ее писала? Я говорю, ну, в общем, я боюсь, но я сделаю. И получилось, и Дима повернулся. Кстати, в этот период времени мы не общались. Больше того, Дима каждый раз, когда начинается новый сезон, меняет свой номер телефона. Вы можете представить, какое количество людей ему начинает пытаться дозвониться и попросить. Да, такие друзья и знакомые всплывают все. Да, поэтому он был не в курсе, и видно по его реакции, что он говорит «А-а-а!» Там вот как-то так смешно подпрыгнул. Но мне приятно, что повернулся, хотя мне где-то с середины исполнения песни стало страшно, потому что я стала думать «О, Боже!» Я же была уверена, что никто не повернется, а дальше же нужно соревноваться. И, в общем... А ты же еще в ожидании появления на свет сына. А я еще и беременная, да. Я совершенно как-то не хотела, чтобы мне делали скидку на мое состояние. И я не рассказывала, никто на проекте «Голос» не знал, что я беременна. Но Дима узнал уже к концу, когда я ему сказала, что, слушай, Дим, вот дело в том, что некоторые платья, которые мне предлагают, мне уже не подходят. Он говорит, Катя, давай мы тебя на пол посадим. Я говорю, ну мне будет еще тяжелее петь. Он говорит, ну зато не видно живота. И вот я вижу, вот ты такая сидишь на полу, а вот она такая стоит. И, в общем, я села на пол, Лерочка Гехнер встала. И я попыталась, в общем, с пузом и с трудностями, ну как бы сокращается диафрагма, спеть стихотворение Ахматовой. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране» продолжается, друзья. Но сегодня в гостях певица-правозащитник Катя Гордон. Катя, или порядок все-таки правильный ставить правозащитник-певица? В зависимости от части дня и того, что я делаю. Да, потому что я, да, пишу музыку и тексты, это моя душина. Но большую часть жизни я посвящаю своей юридической и правозащитнической работе. Это тоже правда. Поговорим обязательно о твоей компании «Гордон и сыновья». Я хочу немножечко еще по твоей карьере музыкальной пройтись. Да. Скажи, пожалуйста, «Блонд Рог» почему в свое время распался? Или ты разогнала эту компанию? Да просто как-то он себя изжил. Это был мой первый музыкальный эксперимент. Я еще понимала, что я не могу называться там артистом, носить имя, фамилию свое как артист, потому что нужно было очень много что сделать. Первые мои концерты, они были очень эмоциональные, дурно спетые. И мы были, конечно, мягко говоря, непрофессионалами. Я сейчас понимаю, что те люди, которые меня критиковали, имели для этого основания. И в частности, я сейчас хорошо, достаточно дружу с Леной Лаптевой, музыкальной журналисткой «Комсомольская правда». И она говорит, Катя, я была одна из тех, кто написал про твои первые песни и выступления, ну просто разгромную статью, потому что мало того, что ты плохо спела, ты умудрилась на нашествие выйти и забыть еще слова. В собственный фестер. И я говорю, Лена, ты был... И там Чернов был такой тоже музыкальный критик. Критик, могу переврать фамилию, прости меня, тоже. В общем, они меня жрали, они говорят, Гордон запела, какой ужас. Хотя уже тогда это были хорошие песни. В частности, Миг одна из моих первых песен. Ну вот. И я просто поняла, что теперь я созрела, я училась петь и вести себя на сцене. Сейчас я абсолютно профессиональный исполнитель. Я имею свою аудиторию. Поэтому сейчас я созрела для того, чтобы гордо носить свое имя и фамилию и петь свои песни. И отдельное спасибо всем меня критиковавшим. Именно благодаря им я взбодрилась и занялась. Ну это, кстати, в любой сфере твоей жизни, я думаю, есть кого поблагодарить, потому что каждый какую-то роль сыграл. В том, чтобы ты стал еще лучше, еще круче. И враги, вот права Мадонна, которая, получая какую-то свою очередную награду, сказала спасибо большое моим врагам. Если бы не вы, я бы здесь не стояла. Это 100%. Вот это сопротивление, это самая крутая школа, которая может быть, причем во всем. Так что отдельное спасибо тем, кто противодействовал. Это такой есть естественный отбор шоу-бизнеса, проходя который, ты однажды встаешь действительно на какую-то топовую позицию, и ты настолько силен, что, в общем, они даже и не претендуют на то, чтобы тебя как-то там подкосить. Ты стоишь, смотришь на них и говоришь, слушайте, привет, я все равно здесь, и спасибо вам. Кать, если говорить о твоем творчестве стихий, ты пишешь стихи, выпускаешь книги и песни. Это всегда разные истории? Ты четко понимаешь, что вот это только стихотворение, которое я написала, или это песня? Я, может быть, попробую сейчас намурлыкать какую-нибудь музычку. Я придумываю песню сразу с мелодией и текстом. У меня практически не получается никогда переинать стихотворение на музыку. Было несколько попыток, но обычно это там может быть кусочек плета. Обычно я слышу песню, как однажды я общалась с одним психиатром по работе, как редактор одной программы, и мы с ней обсуждали, как, в общем, устроен этот процесс творчества, и она говорит, Катя, ты слышишь голоса? Или как? Я говорю, да, я слышу голоса. Она говорит, ну ты понимаешь, что вот я тебе как врач-психиатра могу сказать, что это опасная история. Но вот я слышу мелодию с голосом и так придумываю песню. А стихотворение — это отдельная ипостась. И в стихотворении, кстати, можно позволить себе меньше вольности, и там должна быть более чёткая форма, слова детальнее выбираются. Потому что текст песни — это менее обязательная с точки зрения текста история. Когда ты принимаешь решение снять клип на ту или иную песню, что в этот момент происходит? Это твой любимый самый стих, твоя любимая самая песня? Или она самая актуальная? Знаете что? Я вот понимаю, что половина зрителей музыкальных каналов, радиостанций — это те люди, которые хотели бы писать песни и снимать клипы, потенциальные артисты. Вот я хочу сказать... Почему хотели бы на сцене, да, блистать? Вот есть поклонники тех или иных артистов, а есть ещё те, которые хотят стать артистом и иметь поклонников. Я хочу сказать следующее. У меня когда-то была иллюзия, что есть продюсеры или суперпрофессионалы, которые тебе точно скажут, что это хит, это не хит, это снимать, это не снимать. Таких людей нет. Есть близкий круг, есть люди, ориентирующиеся в медиа, которые скажут, да, традиционно ритмическая песня, ну, она лучше зайдёт на радио. Сложнее будет пропродюсировать лирику, ну, какие-то общие вещи. Но хит и не хит тебе не определит никто, кроме вот настройки. Ну, вот это скажет тот круг людей, который или возбудится, заплачет, или, не знаю, начнёт испытывать какие-то сильные эмоции от этой песни. Профессионалов нет, поэтому интуиция, я подумала, что это хитовая песня, это подтвердили те люди, чуете, которым я доверяю. Да, возбудились, в том числе и Кипер. Лола Милявская сказала, что классная песня. И какие-то, Лерка Кудрявцева. Те люди, которые сказали бы и обратное, если бы песня таковой не являлась. Есть уже чудесный клип, поэтому прямо сейчас и смотрим, и слушаем Катя Гордон «Когда целый мир будет против». «Когда целый мир будет против», волна на меня лавиной. Ты в этом глубоководье, меня не предай, любимый. Не смейся слезам и боли, и не говори, что не должен. Я знаю по Божьей воле, ты синего неба мне послан, синего неба мне послан. «Когда целый мир будет против», «Когда целый мир будет против», «Я буду смотреть в твои глаза», «Просто смотреть в твои глаза», «Когда целый мир будет против», «Когда целый мир будет против», «Я буду смотреть в твои глаза», «Просто смотреть в твои глаза», «И пусть все уходят». Оставь параллели с прошлым Не дай нашептать дурного Не дай и меня опошлить И убереги от злого Я верю тебе вот в сердце Так просто без эки в око Я не безупречна, но знаешь Я тоже тебе от Бога Тоже тебе от Бога Когда целый мир будет против Когда целый мир будет против Я буду смотреть в твои глаза Просто смотреть в твои глаза Когда целый мир будет против Когда целый мир будет против Я буду смотреть в твои глаза Просто смотреть в твои глаза Когда целый мир будет против С тобой я душою и плотью И невозможно рассказать Я буду смотреть в твои глаза Когда целый мир будет против Когда целый мир будет против Я буду смотреть в твои глаза Просто смотреть в твои глаза И пусть все уходят Когда целый мир будет против У нас сегодня в гостях Катя Гордон, правозащитник, певица. И вот некоторое время назад посмотрели клип «Танцуй». И до этого была премьерная история, клип под названием «Когда весь мир будет против, целый мир будет против». Я спросила у Кати, она уже сказала по секрету, что есть планы и дальнейших каких-то съемок. Катя, будем раскрывать секреты или пусть ждут поклонники? У меня есть несколько песен сейчас, над которыми мы работаем. Как обычно меня разрывает между лирической песней, такой медленной и более ритмической. Я вообще лирик, я люблю такие чувственные, медленные песни. Думаю, что после предвыборной кампании я сниму еще один клип. Но какой, пока не будем раскрывать. Пока не будем, да. А нет ли у тебя идеи как-то предвыборную историю сложить в стихи? Ну вы знаете, для того, чтобы не уничижать значение ни той части моей жизни, ни этой, я не хочу их мешать. Потому что всегда найдутся те люди, которые захотят позлословить и скажут «А, она лезет в политику, потому что она хочет распиарить свой клип!» Или наоборот. Что бы ты ни делала, Катя, всегда найдутся люди, которые тоже найдут что сказать. Я, честно, и не знаю, как это все совместить. И я не думаю, что в этом есть смысл, потому что я, если честно, у меня, наверное, есть такое легкое раздвоение личности, связанное с тем, что я вот есть как лирический и домашний персонаж, и есть как очень жесткий человек в работе. Это реально два разных человека. Я мимикрирую. Поэтому я не смогу, занимаясь бизнесом или политикой, сохранять в себе лирика. Это просто разные я. И они вот прям выключаются и переключаются. Поэтому оставим это разным областям моей жизни. Но песня, конечно, будет. Твоя юридическая компания уже пять лет, да, по-моему, у Гордона Ценобъезда? Она изменяла название. Сначала это была компания Сейфрум с моей партнершей. Назову ее так, Мариной Дубровской, адвокатом. Потом я поняла, что я созрела для того, чтобы отпусковаться, и Марина пошла своей дорогой, я пошла своей. И теперь моя компания называется Гордон Сыновья в честь моих сыновей. Вот как раз родился второй, семь месяцев назад. Серафим? Серафим, да. И теперь это компания Гордона Сыновья. Названием я демонстрирую и свою принадлежность к мамочкам, которых я в большинстве своем защищаю. И мое некое надежда на то, что мои сыновья однажды продолжат мое дело. Кать, ну успешная компания, и есть уже очень такой объемный список из известных фамилий, которые тебе благодарны, которым действительно твоя компания помогла. А есть ли какая-то для тебя самая, скажем так, история, которой ты гордишься? Есть, знаешь, история, не которой я горжусь, а которая меня удивила. Ко мне однажды пришла жена, настоящая жена Вадима Казаченко. Ну да, вот сейчас история, которая просто шумит. И я, вот даже не стану это скрывать, я спродюсировала эту программу на телевидении, поскольку и Оля хотела как-то рассказать о себе, поскольку очень долго по ее рассказу Вадим просил ее скрывать то, что она является его женой. Она говорит, Катя, я вот хочу. Можешь мне сделать так, чтобы все знали? Я говорю, ну могу. И уже какой там, ну не знаю, эфир восьмой, это самый долгоиграющий сериал. То есть сериал про Вадима Казаченко и Олю Казаченко, он кроме юридических побед, потому что я смогла аннулировать историю с ее фиктивным браком, мы доказали, что брак не фиктивный, больше того, мы на днях, значит, признали недействительным брак Аманти с Казаченко, юридически мы выполнили все, то есть это не только некий там пиар, да, но я спродюсировала эту историю, и страна, наблюдая тоже какую, восьмую или девятую серию про Вадима Казаченко. Но это же еще не финал впереди. Это еще не финал, потому что, к сожалению, не все юридические вопросы решала моя компания, был вопрос касательно денег, и, к сожалению, Оля присудила ли миллион рублей, которые она должна выплатить Вадиму Казаченко за тот период, пока он ей помогал, и они не были в браке. Я знаю, как это тоже побороться и аннулировать эту историю, ну, аннулировать я бытовым языком выражаюсь, в общем, есть идеи, как спасти Олю и в этом вопросе. Но сериал продолжается, и меня, конечно, иногда увлекает та история, что, оказывается, вот в наших руках такие громкие медийные истории, и мы, конечно, победили даже, наверное, историю про Прохора Шаляпина, который то, значит, с этой, то с той. И даже я вчера наткнулась на ролик, оказывается, он с Копенкиной песню записал. Все в порядке там, да. Я подумала, боже, я уже скоро сойду с ума, поэтому решила выключить телевизор и заняться обратной юридической работой. Конечно, понадобишься, они придут к тебе опять, и тот же самый Прохор, и все вопросы попросту решат. Ну да, ну, в общем, параллельно с юридическими вопросами мы вот продюсируем эти инфоповоды на телевидении, это интересно, и помогаю Анфисе Чеховой, Эвелине Блёданс сейчас. Ну, в общем, да постоянно возникает кто-то, но мне, конечно, хочется быть все-таки ближе к, как сказать, к большим делам, потому что кроме частных историй, особенно звездных, есть еще огромный пласт людей, которые себе не могут позволить даже консультацию юриста, да, и мне интересно работать вот как раз с ними. Пока я могу себе позволить только один день бесплатных консультаций, в месяц, кстати, в пятницу он будет. Но мне бы хотелось, и это одна из моих тем, почему я хочу заниматься большой политикой, мне бы хотелось, чтобы в любой точке страны люди имели возможность на правовую защиту, и мужчины, и женщины, и особенно дети. Вы беретесь в своей компании за любое абсолютное дело? Помогаете любому человеку, который обращается? Мы, ну, конечно, я бизнесмен, у меня коммерческая организация, что называется. Я берусь не за любое дело, есть дела, которые я не веду принципиально. Тогда ты знаешь, что это несправедливо будет, да? Да, если приходит женщина или мужчина, независимо от пола, и предлагает мне подлость даже за большой гонорар, я отказываюсь. Я не потому что я там такая хорошая, я на каком-то энергетическом уровне понимаю, что если я займусь подлостью, то это будет частью моей жизни. Я вот буду просыпаться, не уважать себя, глядя в зеркало, деньги я все равно потрачу. У меня какие-то такие, у меня очень рациональное отношение к дряни в этой жизни. На нее уходит время, оно никакими деньгами потом не оправдывается. Поэтому я не занимаюсь дурными делами принципиально. Я считаю, что никакие деньги не окупят душевные затраты. И, кстати, Господь отнимет у меня возможности стихи писать за это. Поэтому нет, не любой может ко мне обратиться, подлец не может, он будет изгнан. Я лично, у меня команда моя может подтвердить, посылала в лицо просто вот на известные буквы тех, кто мне предлагал гадость. Кать, ну ты молодец. Спасибо. Я на самом деле, мы все молодцы, это же любой здоровый человек так мыслит. Это просто, мы вот хвалим друг друга, но мы же все такие. Есть просто ненормальные люди, которые делают почему-то по-другому. А нормальный человек любой, он скажет, не, ну я с этой дрянью не свяжусь. Я нахожусь на сайте гордонзабаб.ру. Екатерина Гордон, кандидат за права женщин и детей, права женщин и детей, зеркало российской реальности. Дорогая Катя, ну что, серьезные твои намерения? Конечно, абсолютно серьезные, как... Все, за что ты берешься. Огромное количество серьезных вопросов связано с правами женщин и детей в нашей стране. Конечно, я не против мужчин. Больше того, я за верно ориентированных, хороших мужчин. И я полагаю просто, что это наиболее незащищенные слои населения. И, безусловно, нужно обратить на них внимание. Я-то это вижу каждый день. Каждый день, когда женщина приходит, пытается, значит, взыскать алименты с мужчины, когда приходит из налоговой справочка о том, что мужчина больше не получает ничего. И она остается с тремя детьми, которых вынуждены содержать на две копейки, и никто ей в этом не может помочь. Судья говорит, я не налоговый орган. Налоговый орган не реагирует на нее, потому что ему лень инициировать проверку просто по ее заявлению. В общем-то, тоже не их работа. Ну и исполнительное производство отдельная песня. Поэтому, как бы мы ни раздували щеки, ни говорили о глобальных проблемах, есть еще проблемы каждого дня, а это реальная жизнь нашего будущего поколения, реальные трагедии, из которых состоит сейчас Россия. Вот на этом сайте, о котором я говорила уже, Гордон Забампет, я сейчас ко всем обращаюсь к нашим зрителям-слушателям. Там, кстати, Катя, как и в своих соцсетях, отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы. Там многое уже затронуто. Так что, кому интересно, заходите, смотрите, читайте. Кать, на какой стадии твоя сейчас вот эта предвыборная история? Ты в своем обращении говоришь, что ты, возможно, единственный кандидат, будешь незарегистрированной. Я говорю, что я не зарегистрирована, я надеюсь, что я буду зарегистрированным. Я говорю о том, что мою кандидатуру не согласовывали, это была моя добрая воля, и дальше уже люди вокруг меня своей поддержкой стали создавать нашу работу. А что сейчас происходит? Заполняют анкеты на твоем сайте. Сейчас я анализирую ситуацию по стране. Вот сколько реально тех людей, которые готовы активно принимать участие в работе. То есть мы собираем людей по России, которые бы готовы были представлять нас в городах. Дальше мы продолжаем формировать нашу команду. Это достаточно опасная и скрупулезная работа, потому что мы знаем, когда вроде как кандидат собрал команду, и тут начинается такое публичное предательство, когда политтехнолог говорит, ой, я с ними не работаю, у них все несерьезно, он подрывает авторитет того или иного кандидата. Пока рядом со мной те люди, которым я доверяю, и те люди, которые были со мной прежде. И мы обрастаем профессионалами, я не сплю на отчаянии. Мне интересно находить ответы на все вопросы, которые могут возникать в дальнейшей работе. Учусь, работаю, собираю штаб. И хочу успеть сделать как можно больше, даже начиная с того дня, пока мы просто выдвинулись и назвали себя возможными кандидатами. Ты не единственная блондинка в предвыборной гонке, не единственная девушка, да, понятно. Все знают, что уже Ксения Собчак движется очень активно и упорно. И, конечно, в интернете стали возникать различные мнения на сей счет, или какие-то уже предварительные голосования устраивают, кто бы за кого проголосовал. Ну, скажи, пожалуйста, ну ты допускаешь, наверняка вас как-то будут сталкивать лбами. Или ты подозреваешь, что у вас разные программы, и вы... Ну, вот меня, в частности, завтра позвали на шоу и спрашивали, не против ли я присутствия, например, Елены Берковой, еще назвали некоторых барышень, которые, ну, конечно, слабо представляют себе что-то и про российскую реальность, и про российскую политику. Точнее, есть там индустрии, в которых они наверняка понимают лучше меня, но это не имеет отношения, к сожалению, к реальности и к конкретным делам. И я отказываюсь от существования с ними в одной какой-то плоскости, потому что у нас до того, как мы назвались кандидатами возможными, было огромное пространство для действий. Каждая из нас имела любую возможность, а у некоторых и финансовую, для того, чтобы совершать добрые дела. Поступки, да, о чем ты говоришь? Можно же было позволить себе вместо одной из десяти шуб помочь конкретной семье совершенно конкретным делом. У нас, у некоторых из нас были возможности и при власти, да, у меня, например, никогда мама сенатором не была. Вот если бы у меня была мама сенатором, я бы работала, помогала, училась и делала какие-то вещи. Поэтому я бы хотела, чтобы мы не поднимали на смех вообще эту тему каких-то конкретных дел, чтобы мы ее не замусоливали в какой-то разборке между разными барышнями. Потому что у нас и так дискриминация. Женщина огромная в стране. У нас так к бабе относятся в большинстве случаев несерьезно. И об этом говорят рейтинги. Вот мы там на сто семь с каком-то месте в мировом рейтинге по отношению к женщине. Вообще права женщины, насколько защищены. И статус женщины каков. Поэтому мне неинтересно сталкиваться лбами с теми, кого я не то чтобы не считаю конкурентом. Мы вообще в неконкурентном поле. Чем больше женщин будет заявлять о себе, тем, вероятно, лучше. Но это не должна быть дискредитация женщины в политике. Некоторые персонажи сознательно, почему-то ли указу, но пытаются нас высмеять. Я считаю, что, конечно, в движении некоторых людей, у которых, кстати, юридически есть проблемы, да, там были уголовные дела, там, например, с наркотическими веществами, которые были найдены, они и так, и так не пройдут. Это совершенно очевидно. Но сознательно ли или просто пытаясь пиариться, они убивают работу тех людей, которые действительно хотят что-то сделать. Кать, как тебе кажется, ну вот предположим, да, мы же можем фантазировать, предполагать, ты станешь президентом Российской Федерации, если... Скажи, пожалуйста, Александр Гордон тогда уже перестанет просить тебя вернуть ему фамилию? Вы знаете, кстати, для огромного количества людей стало удивлением то, что Александр Гордон был когда-то моим супругом. Есть достаточно большой клан людей, которые думают, что мы просто однофамильцы, есть те, кто думают, что я его дочка, потому что мы там похожи чем-то, по их мнению. Это наша с Сашей дружеская перепалка. Когда он видит меня, он говорит, верни фамилию, я говорю ему, верни молодость, мы целуемся, мы в очень тёплых отношениях. Ну, он же уже прекратит так шутить. Вы знаете, эта история, она больше на руку тем, кто по каким-то причинам меня побаивается или не любит. А слава богу, законодательно у женщин есть право оставлять фамилию после... Как у мужчин, кстати, брать фамилию женщин. Такая красивая фамилия, конечно, тут даже никто не вправе ни о чём говорит. Я просто подумала, что... В этом случае, когда президент Гордон, он должен уже будет гордиться, наконец-то сказать, Катя, спасибо. Это раз. А во-вторых, это тоже мой знак того, что я этого человека и спустя 7 лет, и достаточное количество лет любила. Поэтому это для меня тоже такой знак любви. Плюс, слава богу, меня давно не ассоциируют с ним. Катенька, хватает ли любви, внимания, заботы Даниилу и Серафиму? Вот сейчас особенно начинается предвыборная гонка. Я вот, кстати, поняла вот сейчас, благодаря тебе, как я буду дальше отвечать на этот вопрос. Моя забота о моих детях, она просто в 100 крат сильнее частной какой-то заботы. Я забочусь о том мире, в котором они будут расти. Здорово. А вот это куда серьёзнее. Друзья, Кать Гордон. Гордон за баб.ру. Это сайт. Кать, удачи тебе во всех делах, в чем ты делаешь. Ждём тебя и с клипами твоими, с интересными новыми затеями, идеями. Ну, просто удачи. Ты молодец. Большое спасибо. Друзья, ну а под занавес у нас мальчик. Тоже твоя работа. Кать Гордон. Смотрите, слушайте Страна ФМ.